Я упаду, даже если на ноль бой будет, насрать. Ну я реально падаю. Типа будь чё будет. Не, всё, мне пиздец. Мне похуй. Альфа не... Да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Давай-давай-давай. И вот видите, в чём беда, блядь, всего этого скота? Пока ты свою жизнь, блядь, не положишь и не покажешь как надо, сукины хуесосы дети будут стоять в спине. Это вот самое конченное в этой игре. Никто не хочет разменивать себя, никто не хочет быть адекватным, блядь. Найс, альфа 390. Никто не хочет быть адекватным союзником. Все хотят быть, блядь, хуесосами. Все хотят, блядь, быть сами по себе, потому что суки ссыкливые, мразотные, блядь. А спермовенты выходят на лютой наглости. Ещё и от башни, нахуй. Ещё нахуй и от башни. Ну, шо поделать, блядь. Команда уродищ, ребят, ничего не поделаешь. Команда уродищ. Посмотрите на это, урода, блядь. А нас в спину сейчас убьют. Он сейчас барабан зарядит. Я после боя отвечу. А он сейчас барабан зарядит, блядь. Повезло. Если не упадёт никто, я его убью. Уроды, блядь. Ладно, давайте на КД уйдём. Потный бой очень. Вы видите, что происходит. Батька в соло здесь тащит, блядь. Нам везёт, что Чифтен дебил. У них, в принципе, вот не дебилы, только вот эти, кто вниз упал. Все остальные это идиоты, блядь. И чё? Он упаривает, блядь. Животное, блядь. Ну, блядь, снова боеукладку с первой. Ну, блядь, какие же уебаны играют. Блядь, какие... И чувствитель... Убили, убили. И чувствительность мышки слетела. Блядь, господи. Какие сцены я представляю себе в голове, чтобы я делал с руками у ебана, который ответственен за эту игру. Починилась чувствительность сама собой. Блядь, говнобой, короче. Я обожаю Париж. Одна из моих любимых карт. Но, блядь, на вафле. Хотя на вафле нет ни одной, блядь, адекватной карты. В этом куске, блядь, дерьма. Я ещё в рентген попаду, блядь. Это бестолчат башни стоит, блядь. Я бы вышел сейчас сотки барабан, блядь, хуйнул бы. Бля, я так и сделаю, даже если в ангар уеду, плевать. А, понятно. Сука, чмо, блядь, чтоб тебе голову в реальной жизни отхуячили пио-мусор, блядь. Животное, блядь, тупорылое, блядь. Само-то оно въехать, протанковать, увидеть, что сотка в другую сторону смотрит. Не, нахуй надо. Нахуй надо, блядь. А, о, понятно, блядь. Понятно. Всё, ребята, откатали, нахуй. Короче, отметка на вафле девяносто и один где-то. Где-то девяносто и один. Ну, это просто калибровочный бой. Всё, это последний бой был. Здоров, здоров. Есть какая-нибудь инфа по танкам на НГ? Ну, хуй-то китайская, это понятно. Ну, да, вот только он. Не, не знаю. Так сказать, интересного. Вся информация... Я могу тебе список блогеров перечислить, у которых эта информация будет как минимум за месяц до Нового года. Блядь, я вот не знаю, нахуй я мне закалка нужна, если мне даже колян пятый, блядь, гуслит с первой пирикой. Значит, смотри. Если они поинтересуются, за месяцем точно сольют. Значит, это Эвилграни, это Нирью, это Левша, это Клумба, это вообще лестовский фаворит сейчас. Вот. Я вот очень жду, чтобы Клумба очень жёстко поднялся. Потому что там может такую партию с Нирью после этого разыграть охуенную их конфликта. Это просто здорово будет. Вот. Коль, бля, можно мне тоже? Бля, Коль. Ну вот ты его нахуй напугала, я мог выйти ему ещё барабан ебануть. Сейчас, надо, чтобы он ещё чуть-чуть ошибся, и мы, блядь, грязь, грязь попытаемся. Ещё, ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть. Всё, поехали. Хорошо. Блядь, но если бы ещё одну не получил, было бы вообще отливать. Как, блядь, какой я умный. Всё, всё рассчитал. Всё чётко рассчитано, блядь. Так вот. А мы проёбываем тем временем. Биоскот сосёт хуй. А толпа у ебанов не может упороться и в ебать сраных два танка. А, ну всё. А он где, ребят? А, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Попадание в борт, ребятушки. Попадание. Ну шо ж я поделаю, если попадание. Всё, ребятки, приплыли. Надо к колену срочно поджиматься. Можно за его трупом будет отыграть. Попытаться. Конченые, блядь. Просто, блядь, конченые. На ту сторону... А, не, они гвардейцы напрягают. Надо вот на ту сторону и было. О, блядь. Нет. Никак, к сожалению. Так чё, он, блядь, 9000 онлайн, и, бать, он хайпит, блядь. Я хуею. Ну-ка, блядь. Это хайпит, блядь. Если у меня возникает какой-то конфликт с кем бы то ни было, с тем же Гедеоном, я ему высказываю. Вот так, вот так, вот так. Вот такая вот херня. Если это то то, если то то это, а иначе вот так. Чё, он блядь хайпит, я понял. Только так решают взрослые люди все свои вопросы. Только так оно делается, по-мужски. А всё остальное, это просто буковки в интернете, которые являются чьим-то говном, и куча говноедов на это всё слетается. Жаль, что живём мы во времена, братцы, когда аудитория превратилась в таких же свиней, и в основном, да, и любое говно прям, они жрут с огромной... Ну, тут я с МВМ не соглашусь. Аудитория у нас только Юшевская осталась, поэтому как бы, ну... Вот как ему в этот ёбан... Идите нахуй просто с вашей игрой. А нахуй мне пол ебал снесли, кто мне расскажет. Хочется удалением заниматься данного, блядь, видео-шедевра нахуй. Блядь, с вертухи специально стреляю, хочу его добрать. Почему, блядь, коричневый? Блядь, ебать, я светляк жесткий, нахуй. Везду ваш евро трубку. Блядь, одна арта просто ебет, блядь. Вот просто ебет меня, заебало, блядь. Угроня не пробито, ясно. Все. Я специально байтил Шкоду на выстрел, я же понимаю, что на нихуя не светится из этого куста до выстрела, а у них прагета танчик 10 уровня в нубке. А ему похуй, он на базе стоит. Закалки, короче, я убиваться, все. Кто куда, я убиваться. Кто куда, лично я убиваться. Илюха, давай заведем Дер-7. Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви. Ребят, позиция 289 срочно. Илюш, не сиди. Помоги потолкать его, дай за лу. Ребят, позиция 279 срочно. Позиция 279 срочно. Все, в следующий поедине. Я обещал убийца, я убился. 279 это пиздец. У них Т-49 не светит. Только сейчас выкатился. Блядь, я бы центр бы занял. Но меня 75-ка нахуй намотает. То есть я бы вкатил бы, въебал бы 49-ку. Блядь, я видел, как дерево упало. Пиздец. Они кочку добавили, суки. Ой, пидора. Вот как вы думаете, для чего? Вот, вот, серьезно, как вы думаете с... Что за ху... Как вы думаете, с какой целью? Броня не пробита в борт. В борт. Как вы думаете, с какой целью вот эту хуиту добавили? Не, реально, я тупой. Объясните мне, с какой целью? Ну, с... С какой целью, блядь, была добавлена вот эта хуйня. Сраная, блядь. Из-за которой у тебя пушка в небо, блядь. Поднимается. Блядь, пиздец. Там можно было... Пизда, блядь. Там можно было двустволку гнобить. Понятно, броня не пробита, блядь. Короче, что-то они, мне кажется, эту позицию более защищенную сделали. Ну, может, мне кажется, блядь, хуй знает. Нормально, блядь, шлепнул. Блядь, тессор... Ладно, это я ему помешал, и он мне. Он елочку пизданул, и это нормально. Короче, чё я вам скажу? Если учитывать, что елка стояла здесь чисто все время, она меня светила не каждый раз. Она меня... Слушайте, а если она... Вы вдумайтесь. Елка меня светила не каждый раз. До выстрела. Она должна светить меня до выстрела абсолютно всегда. Они чё, эти кусты еще сильнее, что ли, сделали, блядь? Они чё, ебанутые совсем? То есть, вот эти кусты были имбовыми, а эти дрявыми. Они, походу, их еще более... Они чё, совсем ебнутые, что ли, не пойму? Или это я, конченый? Я просто не понимаю, блядь. Мне надо, знаете, как делать? Мне нужно дать барабан в КВ-5, и прямо жопой к нему развернуться, и ехать дальше. Но он мне на ДПМе очень много пиздюлей вломит за это время. Но мне нет смысла рядом с ним кадешиться. Я не успею зарядить второй барабан. Потому что там... Я даже не буду сейчас стрелять. Потому что двустволка тоже будет стрелять. То есть, мне надо дать барабан, и... Ладно, блядь, короче, всё хуёво. С первой палки, блядь, загуслили. Вот только в ноль вышли. Давай не по мне, блядь. А, ну... Да-да, первая тычка, блядь. Гусеница, нахуй, с первой пиздюлины сбивает, учитывая, что гусеница, сука, блядь. Это, блядь, под закалкой, пидор, блядь. Второй тычкой, баки, блядь, я ебал. АМХ всё ещё... А, нет АМХ уже засветился, блядь. Ну, я ведь, я всё правильно сделал. Вот представьте, если передом с ним стоял кадешился. Вот я только-только зарядился. 20 секунд, блядь, проёба времени. А так я хоть поехал куда-то. Можешь, чумошник, а нах, я сейчас засвечу, ебаного тварь. Блядь, без комментариев, абсолютно. Чуваки, это просто ноль, нахуй, комментариев, блядь. Вы видели? Вот. Посмотри, ну что это, блядь? Ну, мне ему хочется с подпалом дико уебать. Блядь, вот бы у него за спиной никого не было. Две палочки в баке. Он, на закалочке. Баки минус. Где подпал? Ну, я не думаю, что он чинил баки, поэтому следующая штучка, если я туда же пиздану, но он должен загореться. Ещё раз, по идее. Если он их не чинил, если же он их чинил, значит он загореться не должен. А, нет, следующая штучка мы его убьём, нахуй, просто и всё. Ну что, поехал, блядь, ебать, им спятка где стоит, вы видите, пиздец. Брянь, а не пробит, а прикинь, сейчас альфа не пройдёт. Ну, чтобы сомневался, нахуй. Блядь, чел, хватит. О, блядь, это плохо. Кушат меня, засранец, блядь, какой. Не, не пушат. Очень по захвату выиграем, очень быстро надо что-то делать. Ты родной, тубе, пизда. А может и мне, пизда. Я из-под его ДПМ, а не выкачусь, наверное. Блядь, чудом уехал. А, это этот долбоёб из канавы переехал туда, я понял. 18 секунд, пиздец. Блядь, чуваки, это бой, чтобы выйти в ноль. Вы можете себе такое представить? У них ник тигр весь бой не свеется. То есть он на базе стоит, блядь. Охуеть, спермовенты, ребят. Ну, блядь, я тупой. Очевидно. А, они съехали захвата, я бы так не спешил. Я очень боюсь, что... Да, он это и делает, блядь, чмошник ёбаный. Идарат, блядь, ебучий. Блядь, просто выебок, блядь. Блядь, туда сейчас ещё и гусь пиздаётся, блядь. Да, всё очень хуёво. Ну, меня надо под дебила, блядь, косить, как будто у меня снаряды есть, как будто бы я очень смелый и сильный, блядь. И вообще я мужик, нахуй. Но это вообще похуй. Он там в кого-то барабаны раздал. То есть это дебил, это я уже понимаю. Но это тоже плохо, что он дебил, потому что он с первой тычки поджечь может, блядь. Это классика. Это дебила классика. А если гусь ко мне упадёт, это для меня катастрофа просто, нахуй. Хорошо. Бой мутный. Вы же понимаете, что под это я в жизни здесь не засвечу, блядь. Хорошо. Второй бой подряд подпал. Вы прикиньте, нахуй. Три подпала за два боя. Крути. Не, ну я ему в задницу выстрелил специально, типа. На. Пиздец, ёбаная чмо, блядь. Блядь, какой же ты хуесос, блядь. На, нахуй, четыре подпала, блядь. Ещё один нужен. Альфа, заебись. Четыре подпала за два боя, блядь. Не крутят твёрдо и чётко. Вот, не, я понимаю, что я стреляю идеально в баке. Я это понимаю. То есть, я идеально стреляю. То есть, тут вопросов нет. Это реально идеальная стрельба. Но урон-то по модулям у меня проходит. А это подкрутка, блядь. Хорошо, чела въебали. Заебись. Куда ты звонишь? Сейчас, наверное, меня шпак въебёт. На. Спермовента меня въебала. Она не здесь стоит. Вот здесь стоит спермовента. Ну, где-то вот прям в упоре. Вот прям вот тут вот. Ну, без комментариев. Вы меня, блядь, вы меня реально бросите, что ли? Вы чё, блядь, ебанут? Ребята, у них здесь вся команда. Если очень везёт, очень везёт. Один барабан. Если очень везёт, это ещё один барабан. Максимум. Вот он, первый бой на падение отметки. Закаток здесь. Ну, если, пиздец, как повезёт, да, я дам один барабан здесь. Если очень повезёт. Так, в целом, по идее, даже барабана не дам. Меня никто не кроет. Они не будут их прибивать. Ни сорок четвёрки, ни, ну, нихуя. Ну, я в размену мышленный шёл. Ну, блядь. Ну, это дурка, конечно, лютая, блядь. Ну, это лютая дурка, конечно, блядь, пиздец. Не, ну, слушайте, пробивают, пацаны, пробивают, надо признать. Только хп всё, блядь. Хп по пизде. Хп по пизде. Хп по пизде. Пиздец, блядь, ну и бред же, нахуй. Я не знаю просто, где ещё ИС-3, СМЗ, где Шкода, блядь. Шкода во взводе как раз-таки с ИС-3. А, ну всё, он въезжать просто будет сейчас, блядь, пидорас. Ноль шансов. Ну, это хорошо, то, что я ещё хотя бы барабан пристроил. Ну, одну тычку не додал, минус 0,15 от мета, пиздец. Ну, так уже получено. Ну, это пиздец, ну это жесть, это кончено и уебаны. Это пиздец. Ну, на мой взгляд. Я даже не слышу, что они там пиздец. Не каждый это знает, конечно. И на меня накинулись все, потому что потом, спустя время, написали на такой пост в ВК, и он публичный, он висел, сколько там, ну он и сейчас висит, да, никуда не девался. Вот такой вот пост. Причем он был написан не сразу после поездки, это уже было на годовщину, как Ангелоса не стало. И на этот момент, на этот день, я не знал, что там изменилось. Первый бой с красной отметкой. Ну, это как бы в ноль, но... Да, что типа... Давайте прочитаю весь текст и потом его объясню. Пизду башу, вы померей с Невчебальдом. Слушай, с Нервью я как особо не общался, так и не общаюсь. Ну, чувак сделал хуйню, ну и... Пусть с ним. Джов думает, Нервью хуйню сделал, о, блядь. Папка Джов, блядь. А то здесь... Даже не знаю, что у него сгибает. Я потом расскажу, блядь. Блади сделал видео про МВэя, а тебе приходится отдуваться с других. Почему так? Явхазар, Блади сделал видео на про МВэя и обосрался. К сожалению, блядь. Вот Паша показывал входку в своих туфелек обосранных. У Блади был уверен, что с жопой. И с трусами. Вот, к сожалению, входа нет. Вот, поверьте, она так и есть. Поэтому Блади эту тему больше не педалирует, потому что он обосрался. И запретил всем нареччикам делать вырезки с ваших штремов, где он меня хуесосит сейчас. То есть у Блади уже не Паша хуёвый, я хуёвый. Вот, но ничего сказать не может. Поэтому вот так. И вот на это вот, потом ещё в комментах, а я уже не стал следить, потому что, сколько там, зачем мне за всеми комментами, что ли, следить. Оказывается, в комментах пришла с аккаунта Ангела Селень, с аккаунта, не знаю, вроде бы как его мама, которая написала текст в духе того, что, а какое особое место. Ну, короче говоря, она обиделась. Сот засвета подсосали. Может, ты её, мудак, обидел? Я её уязвил тем, что я не увидел на кладбище памятника, да, никакого особого места её это обидел. Последнее, что я хотел сделать, это обидеть его мать. Последнее. Максимально, прошу прощения за это. Ну, это абсолютно в этот текст не вкладывалось. Блядь, как заебал. В общем, зачем я всё это читаю? Суть текста была в том, что я не увидел никакого памятника на могилке тогда. Ну, потому что в 36 годика, я боюсь выходить, не знаю, что памятник садится, памятник ставится через год, блядь. Ну, я это, ой, ладно, про меня, блядь. Кто-то это узнает, там, в 25, в 30, в 35, а чечек, ну, не знаю. Ну, как там с деньгами? Привет, Илья. После боя братан. При этом чувак нормально не видел. Видели? Вы видели? Вы видели? Да, бла-бла-бла. Он не объяснил. Вы видели, мать? Сраные 30 тысяч рублей, которые он на стриме собрал и себе оставил. Ну, то есть, там почти в ноль, получается, вышел, да, там, он типа до этого денежку закинул на помощь родным. Красавчик. Потом стрим провёл на следующий день. А эти донатеры, которые люди посылали, просили передать, он себе оставил. Нахуя? Для него это копейка. Зачем он это стоял? Ничего не ответил. Только сказал, что, типа, он ещё больше задонатил. Сделал, наверное, это было там кое-что, не было бы. Сколько было? Это его личное дело, но это просто его слова. Сука. Блядь, как же ИС-3 ебёт в этом моём меня, блядь. Вопросов нет, блядь, так бывает, окей. Фотку нахера делал. Он тоже нет этого. Нахера, ты приехал, ты навестил, ты молодец, нахер, ты фотку делал. Мы пушить должны, мы пушить должны, блядь. Ведь Аким Кардашьян. Мы не пушим, блядь. Ты понимаешь, Аким Кардашьян, да? У неё там 100-500 миллионов, вся её жизнь в свете софитов, каждый шаг документируется, поэтому она сама из этого всего что-то делает. Ты-то, блядь, Никита. Я разъебал бы, блядь, того, кто убьёт. И очевидно, что я упоролся умышленно, у меня пушка не опускается. Снова, нахуй, боеукладка. Альфу, блядь, выписывает молодой человек, пиздец. Меня этот ИС-3 просто выебал и высушил, блядь, в этом бою. Он меня этот уебан просто выебал и высушил. Кусок хуй... Ну, ИС-3, ладно, это Супер Эмба. Кусок дебила, блядь, из Юша Тиму, которого не хватает УВН. Который, очевидно, отыгрывать на этой карте должен только на двух позициях. Либо, ну, упаривает сюда, либо сюда. Хуесосина весь бой тут дёргается. У него не опускается пушка, он выходит всем корпусом. А его никто не ебёт. У нас ведь ни один придурок сюда не встал. Я хуй знаю, где наши боли. Вот у них почему-то придурок на ПТ сюда встал. А у нас, выблидок, блядь, почему-то туда не поехал. Почему-то, блядь. Непонятно почему, нахуй. Всё, чуваки. Итоги стрима. Начинали мы с отметки 82,9. Кто-то скажет, как 82,9, если ты останавливался последний раз на 84,9. Я вчера два боя скатал на Шкоде. Первый бой на 800 урона, второй на 400. Поэтому мы начинали с 82,9. Сделали 89,7. В пике было 89,94. И после этого мы ни разу отметку не апнули. Одни сливы пошли. Итого получается 83, 84, 85, 86, 87, 89. Почти 6% апнули. Практически. Стоп. Или я дал... Подождите, было 82,9. Да? 83, 84, 85, 86, 87, 88... А! 89. Почти 7% апнули. Я, долбоёб. Я и думаю, что-то не то несу. Вот. Я и метил. Я надеялся на 90%, да? Но сам понимал, что будет, наверное, максимум 87. Но нет. 89 ебанули. Ну, практически. 90, вернее. 90. Вот. Откатали охуенно. Средуха 3400 почти. В пике была 3500. Вот где-то минут 40 назад. Но в любом случае сессионка охуенная. 3400 средухи. 460 асиста. На 3 отметки с запасом. С небольшим таким, с мизерным. Это даже из 464, там, минус 160, минус 170 делать. Ну, типа, чтоб чистый асист был. Вот. Я, конечно, хотел бы верить, что ещё 2 стрима таких будет. Хотя у меня на дне 2 таких стрима полтора. То есть, один целый стрим с такой сессионкой. И ещё половинку. И это 3 отметки. Но мы с вами понимаем, что будет. Продолжение следует.